Я совершенно не скрываю, что хочу написать книгу о Зеленском. Видеть актёра и сценариста президентом, и тем более президентом воюющей страны, и тем более, пожалуй, духовным лидером свободного мира, это любопытный челлендж. Я свою ответственность понимаю прекрасно, хотя мы все знаем, что никакая культура никогда не останавливала войну. Моё преимущество в том, что моя позиция была заявлена сразу. Жечь меня никто не будет, но изымать меня из библиотек начали. Я здесь в славном ряду с Акуниным и Глуховским. Всё-таки это бестселлеры, и я рядом с ними как-то скорее маргинал. Но мне скорее это приятно, что говорит. Путин взял расчет больной, а оставил умирающей. Оставляет, он пока ещё дотаптывает. Все читали трилогию Толкина. Сейчас та ситуация, когда несчастные Сэм и Фродо все 90-е годы тащили кольцо на гору. И тут выскочил вот этот самый горлом, который, кстати, который даже в фильме очень похож. На известного. Да-да, он прыгнул и откусил палец. Вот сейчас он с этим откушенным пальцем летит. Он уже летит в щель, в бездну, в пылающий зев в этой пропасти. Здравствуйте, меня зовут Сакена Имурзаев. Вы смотрите телемарафон «Фридом», программу «Люди доброй воли». Гости этой программы – те, кто где может и как может поддерживает Украину в её героической борьбе. И сегодня гость этой студии и этой программы – российский писатель, публицист и журналист Дмитрий Быков. Дмитрий Быков – российский поэт, писатель, публицист, телеведущий, журналист. Политический активист, открыто критикующий политику Кремля и президента Владимира Путина. Один из создателей проекта «Гражданин поэт», в котором его стихи на злобу дня читал Михаил Ефремов. В 2011 году стал участником протеста на Болотной площади против фальсификации результатов выборов в Государственную Думу. А позже вошёл в Оргкомитет антипутинских акций. На выборах Координационного совета оппозиции занял второе место, уступив Алексею Навальному. Начиная с 2014 года, открыто выражал своё несогласие с политикой Кремля по Крыму и Донбассу. В 2019 году Быков был госпитализирован с отравлением. Позже «Дейнсайдер» и «Беллингкэт» доказали – это было покушение, организованное сотрудниками ФСБ. Теми же, что ранее отравили Алексея Навального. Сейчас Дмитрий Быков живёт в США. Он открыто поддержал протесты в Беларуси. А после вторжения российских войск в Украину заявил – ему стыдно за геноцид украинского народа, устроенный россиянами. Дмитрий Львович, мы говорим в студии, в Киеве, и, собственно, из этого первый вопрос совершенно очевидный. Как, почему и зачем вы здесь? Здравствуйте, Сакен, здравствуйте все. Я совершенно не скрываю, что хочу написать книгу о Зеленском. Я давно хочу это сделать. В этом есть некоторый момент такого экзистенциального реванша. Потому что я прожил жизнь в всеобщем убеждении, что человек творческого и гуманитарного склада политиком быть не может. А либо он начнёт выболтывать все свои планы, либо он не сможет быть стратегом и так далее. Видеть актёра и сценариста президентом, и тем более президентом воюющей страны, и тем более, пожалуй, духовным лидером свободного мира – это любопытный челлендж. Мне хочется написать о том, как произошло вот это чудо о Зеленском. Чудо совершенно религиозной природы. Как из такого генерала Делла Ровера, из актёра, поверившего, что он герой, получился реальный герой. Здесь для меня есть психологический казус, не политический совершенно. Поскольку я уже справлялся с биографиями разных интересно эволюционировавших людей, как Пастерна, как Уджава и так далее, меня всегда интересует тот казус, когда человека выпрямляет его биография. Когда, например, Галич, конформный советский комедиограф, становится лидером духовного сопротивления. Это любопытный кейс. Я хочу написать про Зеленского, написать о нём, естественно, в Штатах, потому что в России сейчас такая книга не мыслим. И для того, чтобы собрать некий материал, поговорить с людьми его знавшими, сделать такой портрет таким фасеточным, осколочным зрением, мне надо приехать сюда. Потом ведь какая вещь, когда ты сидишь в Корнеевском университете в качестве writer in residence, приглашённого писателя, и читаешь регулярно про то, как твои близкие друзья бегут из Киева или остаются в Киеве, как Кабанов, или, ну, вынуждены, понятно, вы его ситуацию знаете, или когда, скажем, мой друг, я смею думать, литературный ученик Ваня Макаров, в Днепре записывается в Тероборону, 19-летний гениальный поэт, или в той же Теробороне устраивает концерты в метро другой мой друг Вадим Гефтер, или там Ян Валетов пишет репортажи из города, у тебя возникает некоторое чувство вины, тебе хочется, ну, ненадолго, ну, хоть дня на два с ними побыть. При том, что ты приезжаешь как представитель оккупанта, и в этом некоторая двусмысленность твоей позиции, но хочется с ними share, что называется, хочется разделить отчасти эту позицию. Поэтому у меня была такая идификс, приехать в Украину, в Киев и Одессу, не выступать, ни в коем случае, но кое-что посмотреть своими глазами. Потому что, знаете, репортерский зуд, который требует быть там, где нечто происходит. Ну, и без договора на книгу, без каких-либо гарантий о публикации, без каких-либо, ну, просто для себя разобраться, я решил поехать. И мне это, слава богу, удалось, поскольку мне говорили многие друзья, что ты никоим образом не сумеешь въехать. Для меня тоже довольно интересный экспириум, вот так нажимать иногда звонок и смотреть, что происходит с лицом человека, к которому ты вот так уваливаешься. Ну, и не говоря уже о том, что, понимаете, несколько укрепится внутренне. Когда ты сидишь в полном убеждении, что Украина будет раздавлена за три дня, как об этом вещают все Z-ресурсы, вдруг ты видишь абсолютно спокойный, сопротивляющийся внутренне ко всему готовый город. Это производит впечатление некоторого ледяного душа бодрящего, и дальше можно жить. Вы слышали сирены? Нет, не слышали. Не слышали. Крепко спите. Крепко спите. Я когда думаю о визитах людей, вот вы сказали, представителя оккупанта, ну, вас сложно назвать представителем оккупанта, у вас с оккупантом один паспорт. Вот этот образ евангельского Фомы, которому хочется посмотреть на раны своими глазами, и перста в раны, вот это есть у вас близость к этой ране, к этой боли? Я просто вам хочу напомнить, что вообще-то Фома, как мы знаем, святой. В капелле святого Фомы служил бах. Я просто к тому, что момент недоверия, момент вот этого желания, не скажу уложить персты в раны, убедиться в реальности чуда. Без Фомы не бывает благовествования, без Фомы не бывает Евангелия. И вот благовествовать о том, что Киев жив, мне кажется, важным. Я, в общем, не Фома, потому что я украинский характер более-менее знаю. Я бывал в Киеве там раз по пять, по шесть в год. Но представить, что Зеленский будет настолько в этой позиции безупречен, я, конечно, не мог. Я понял бы и никогда не осудил бы его, если бы он уехал. Но тогда он сейчас, понимаете, развлекал бы эмигрантов в Лондоне, в лондонских кабаках. Потому что у правительства в изгнании всегда очень бледный вид. А вот эта фраза «Вы мне не такси предлагаете, а оружие» – это, знаете, сродни Суворовской, да? Вы знаете, сколько здесь прусских гусаров? Мы пришли их бить, а не считать. Вот это позиция, которая мне симпатична. Поэтому я считаю правильным, понимаете, позицию Фомы, который приехал убедиться. Понятно, но не все это поймут. Мне, понимаете, важно, чтобы здесь это поняли. Потому что там я клеветы наслушался всякой. И я, поскольку я десять лет последних прожил в абсолютно затравленном положении, и это наложил, конечно, свой дурной отпечаток на мой характер. Я там десять раз думаю, подбирая слова. Как говорил Вознесенский, когда тебя долго бьют ногами, Моцарт из тебя выбивается. Вот уже хватит, да? И мне важно, чтобы меня здесь правильно поняли. То есть, чтобы они, по крайней мере, применительно ко мне, не считали это попыткой подольститься, примасаться к победе и так далее. Я свою ответственность понимаю прекрасно. Хотя мы все знаем, что никакая культура никогда не останавливала войну. Моё преимущество в том, что моя позиция была заявлена сразу. Я с 14-го года порвал со всеми крымнашистами, которые оказались в моём окружении. Слава Богу, их было мало. То есть, мне себя особо ругать не за что. Но мне бы не хотелось, чтобы украинская страна иногда впадала в такое высокомерие. Типа я приехал погреть руки на их беде. Вот, ей-богу, мои риски перевешивают значительно любые мои преимущества. Но это половина возмущения. Вторая половина – это, в принципе, неприятие любого представителя российской культуры, словесности, интеллигенции, чего угодно. Вы понимаете, Брехт всё равно ставился в Россию, и его здешние друзья понимали, что Брехт за Гитлера не отвечает. У Брехта есть такое стихотворение, когда его дочка в Финляндии приходит из школы и говорит, папа, мне сказали, что я из нации разбойников. Он говорит, да, деточка, мы из нации разбойников, надо за это расплачиваться. Ну, я готов за это расплачиваться. Но, слава Богу, что важно, в Украине оказалось довольно мало людей, которые занимают вот эту позицию, что хороший Маскаль – мёртвый Маскаль. Я тут собрался переводить одно стихотворение украинского поэта моего друга. Они говорят, для кого вы будете его переводить? Я говорю, что для себя. Не волнуйтесь, есть для кого. И более того, пишут там, вам надо сейчас не переводить, а каяться. Я говорю, я как-нибудь разберусь, что мне надо. Я ни указаний Путина, ни указаний укронационалистов совершенно не собираюсь слушаться. Конечно, каждая нация имеет право на своих дураков. И я абсолютно готов к тому, что нервная жизнь в сегодняшней Украине активизирует этих дураков. Люди культуры друг друга поймут. И все мои киевские встречи подтверждают. Мне есть здесь с кем поговорить. Мне, пожалуй, здесь больше есть с чем поговорить, чем среди американской интеллектуальной элиты. Там тоже очень славные ребята. Но с этими у нас общий опыт. И мне есть о чем поговорить. И с Филоненко, и, кстати говоря, со значительной частью квартала. Потому что там тоже сидели люди очень неглупые. А если про дураков тех, которые остались в России, скажем так, вы сейчас испытываете какое-то давление, травлю, выехав из страны? Видите, это какая-то иррациональная вещь, когда ты там сидишь, это на тебя давит. Как будто строго в границах России, ну вот как сотовая связь, действуют какие-то излучатели. И этот излучатель излучает только одну мысль. Рыпаться бессмысленно. То есть, что ты не делай, конец один. Ты не опрокинешь систему. Я думаю, излучатель этот, он реальность. Тут неважно, в телевизоре он стоит, в телескрине, как это называлось у Орвелла. Но такое излучение есть. Это в России действительно чем-то облучают. Не знаю, на каком уровне. Погода это внушает. Мысль о том, что что ты не делай, эта ситуация будет только так. Россия может быть или такой, или никакой. Это, конечно, ошибка. Я-то помню ее другой. Но там это давление я чувствую. Вне России я его не ощущаю. Тем более, что из-за ресурсов я не читаю. На это есть мой любимый критик и мыслитель Елена Иваницкая, которая пишет их обзоры. А читать это вот в таком... Ну что, что я буду читать Сергею Лукьяненко сейчас, что ли? На это у меня здоровья нет просто. Тем более, что когда-то он был моим приятелем. Поэтому я стараюсь не следить за тем, что там пишут обо мне. Уже прошел, знаете, тот период интернет-числавия, когда тебя интересует, что про тебя написали. Ну, тем более, вы присутствуете все равно. Вы все ютуб-каналы включаетесь, какие только есть. Присутствие ваше там есть. Где-то есть, но главное, там пока присутствуют мои книги. С другой стороны, мне радостно видеть, что их все более запрещают, что мне отдельные редакторы уже намекают, что следующей книги не будет, что лучше обращаться к другому издателю. А такие люди есть. Я прекрасно понимаю, что я токсичный для них автор. Хотя автор довольно, прямо скажем, такой, ну, успешный. Что говорить мне? Мои книги, они не так плохи, чтобы они залеживались в магазин. Поэтому я присутствую в том пространстве. Другой вопрос, понимаете, насколько я хочу в нем присутствовать. Я думаю, что Томас Манн был бы не на шутку оскорблен, если бы его книги не жгли. Я не провожу такие аналогии, но просто, знаете, в иное время можно получить госпремию только в одном формате. В формате запрета. Любой другой вас компрометирует. И будут сжечь ваши книги, будут запрещать ваши книги? Нет, ну, так далеко, конечно, нет. Сжечь меня никто не будет, но изымать меня из библиотек начали. Я здесь в славном ряду с Акуниным и Глуховским. Все-таки это бестселлеры, и я рядом с ними как-то скорее маргинал. Но мне скорее это приятно, что говорить. Почетно быть твердимым наизусть и списываться тайно и украдко. Если про рассеяние, такое красивое слово, когда-то им называли эмиграцию русскую, вот это новое рассеяние, чем оно отличается от прежних? Сакин, рассеяние – это высшее состояние нации. Нацию объединяет не кровь и почва, а культура и традиция. Мне кажется, евреи это достаточно доказали. И главная трагедия европейского еврейства в Холокосте заключается именно в том, что вот эта форма бытования была отнята, была запрещена. Европейское еврейство перестало существовать, мы это понимаем. И оно вынуждено было собраться в Израиле, те, кто уцелели, что влечет за собой свои психические деформации. Не говоря о том, что Холокост вообще там, самой чудовищной трагедии 20 века, наряду с разными геноцидами другими. Это форма рассеяния – это не так плохо для культуры. Понимаете, я вообще считаю, что в мире будущего не будет фатальной привязанности к родине. Мир становится и будет, и ты с этим ничего не поделаешь. Это мировая тенденция. Мир будет прозрачным, глобальным и космополитичным, чего бы там ни говорили сторонники русского хатонического патриотизма. Если кого-то питают вечно токи родной земли и соки, надо представить, что это рабское состояние, что вы можете зависеть только от одного куска земли и на нём творить. Как говорил Толстой, там, человеку нужны два оршина земли, а человеку говорил, это мёртвому нужна два оршина, а живому нужен весь мир. И когда-то Евтушенко сказал, там, границы мне мешают, мне неловко, не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорк, на него все обрушили. А, в общем, жить в открытом мире – это норма. Это какие-то интернационалистические у вас... Интернационалистический романтизм. После 24 февраля, мне кажется, эти мысли уже, по крайней мере, в Украине не так актуальны. Про мир, про общий мир. Стране, которая вбросила в мир 5 миллионов беженцев, и эти 5 миллионов, между прочим... Но не по своей воле, и более того, больше их часть хочет вернуться. Они хотят вернуться, но, тем не менее, вы прекрасно понимаете, что многие из них будут востребованы там. Конечно, будут люди, которые будут назвать это предательством. Но, вообще говоря, понимаете, конечно, ситуация беженства – это ситуация катастрофическая. Но ситуация регулярных разъездов по миру – нормально, потому что, понимаете, народу не надо жить тогда, когда ее надо защищать. Вот тогда понятно. А когда она нападает на других, идентифицироваться с ней совершенно не обязательно. Я вообще не думаю, что привязанность к одной географической точке может быть названа патриотизмом. Она называется аддикцией, зависимостью. И мне кажется, что, понимаете, приверженцы традиционного такого локального патриотизма – это скорее вымирающий род. Хотя, разумеется, сегодняшняя Украина – это такая цитадель патриотизма. Но патриотизма духовного, а не местнического. А как же язык, среда – вот это все для писателя важное? – А я с собой мою Россию в дорожном увожу мешки. Ну, тут как ни относись. Знаете, я могу восхищаться людьми, которые сегодня остаются в России. Но не очень понимаю, зачем мне ими восхищаться. Потому что возможности бороться у них там нет, возможности работать у них там нет, возможности просто громко заявить о своей позиции. Ну, блокировано поле, ничего не понятно. Оно бетонировано. А они сидят в убежищах и там сохраняют какое-то подобие внутреннего сопротивления. Но я совершенно не понимаю, зачем надо обрекать себя на это сопротивление, на компромисс. С моим народом, там, где мой народ, та-та-та. Вот, вот эта интонация Ахматовой, в день рождения, о котором мы разговариваем, понимаете, это не интонация гордости. У Ахматовой, правда, очень тонка грань между гордостью и самоуничижением. Она как раз из брошенных в нее камней себе построила пьедестал. Но говоря откровенно, ничего нет особенно почетного в том, чтобы быть с твоим народом. А там, где мой народ, к несчастью был, там же не цитируют предыдущие. Нет, не то, чтобы чисто я осталась, словно перед Господом свеча. Вместе с вами я в ногах валялась у кровавой куклы-палача. Такое признание от гордой женщины дорого стоит. Но а что почетного в том, чтобы в ногах валяться у кровавой куклы-палача? Это манифест стыда, а не гордости. И я ничего не вижу хорошего в том, чтобы валяться в ногах у какой-либо кровавой куклы. Если повезло человеку жить вне этого страшного пространства, то дай бог ему здоровья. И, кстати, именно поэтому я всегда к уехавшим, естественно, не по экономическим, а по политическим соображениям, относился с большим уважением. Про кровавую куклу-палача. Да, вы даже в вашей статье о вас на Википедии написано о вашем антисталинизме. Вы говорите, с чем он взял страну, с чем он ее выпустил. Вот с чем Путин взял Россию и с чем он ее отпустит? Ну, взял он ее не в лучшем состоянии, что говорить. Я небольшой фанат 90-х годов. Он взял ее после 10 лет ельцинской деградации. Конечно, ни один Ельцин за нее ответственен, но у меня никаких нет сомнений в том, что при всей мерзительности Советской империи она рухнула под гнетом сил более ужасных, чем она сама. Под гнетом энтропии, под гнетом жадности. Перестройку сделали не диссиденты, и уж, конечно, не, так сказать, не западники, а перестройку сделали гибисты и коммунисты, которые хотели быть не только идеологическими, а финансовыми хозяевами страны. Им мало показалось, им захотелось наследовать это все. Путин взял страну в состоянии распада, но, надо сказать, что он ее усугубил, потому что он, понимаете, это вот такие методы «cure for wellness», лекарства от здоровья. Он добавил к ее болезням чудовищным еще и страшную фальшь, потом репрессии, потом бетонирование всего публичного пространства, то есть он головную боль лечил, лечил гильотины. Это как вот тогда написал Алексей Цветков про Бреслан, было 3 сентября, насморк, нам чумой лечили. Вот это и произошло. То есть Путин взял Россию больной, а оставил умирающей. Оставляет. Он пока еще дотаптывает. Дотаптывает пока, да. Но надо заметить, что страна всегда влияет на правителя. Вспомните, какой руиной ушел Ельцин. Путин сегодня, не только в духовном, но во всех абсолютно отношениях, в моральном, физическом, в каком угодно, это уже просто зомбированное какое-то совершенно образование. То есть когда, помните, у Гоголя сказано, уже был мертвец и глядел как мертвец. Это совершенно открыл мертвые очи. Это упырь. Значит, каковы перспективы? Я не знаю. Думаю, что России придется измениться очень радикально. Главные убийственные тенденции последних 7 лет, которые начались славянофильством, а закончились бучей, разумеется, должны быть иссечены из тела России. И Россия должна начать свой путь в будущее, отряхнув этот прах с ног. Мы тут недалеко от площади Льва Толстого, пока еще так она в Киеве называется. Одна из идей переименовать ее в Васоля Стуса. Само по себе, мне кажется, это довольно сложное решение переименовывать Толстого в Стуса. Толстой не такой плохой, чтобы его переименовывать именно в Стуса, такого хорошего. Ваше отношение к этим переименованиям? Нет, если брать конкретный случай, то, что в Киеве до сих пор нет площади Стуса, это, конечно, плохо, потому что Стус – великий поэт, замечательный гражданин. У меня вот как раз в марте вышла о нем большая статья в «Дилетензе», потому что, если ты, как говорил Мариме, собираешься воевать с нацией, для начала прочти ее поэту. Многие, прочитав биографию и тексты Стуса, трижды подумали бы прежде чем. А что касается Толстого, то как раз Толстой, главный идеолог мира, интеллектуальной свободы и всяческой антигосударственной деятельности, уж Толстой-то как-нибудь площадь в Киеве заслужил. Идеология Майдана в значительной степени, я думаю, могла бы вдохновляться именно толстовскими идеями. Не идеями непротивления, а как раз идеями неучастия в государственной подлости. Поэтому, мне кажется, что Толстой – это принадлежность мира. Но хочет Украина отказаться от лучшего, что есть в русской культуре, это, в конце концов, ее право. Я этого, естественно, не одобряю. И вообще, мне кажется, что сначала надо победить в войне, а потом переименовывать площади. То есть, сегодня у Украины есть более насущные задачи, чем переименование разных топонимов. Но у меня не повернется язык никого за это осуждать, потому что страна находится в состоянии сильнейшего стресса. И когда человека бьют, он кричит. Про Гоголя интересно. В Виннице переименовали улицу, а больше нет улицы Гоголя. В России, не знаю, будет ли деукраинизация, не переименует ли Гоголевский бульвар когда-нибудь? Вы так говорите, как будто у России много времени на все на это. Время переименовывать улицу рядом с посольством США над площадью Денерла, на иронию есть. Это был вот сейчас спонтанная такая была реакция, но как будто вот есть у России время переименовывать Гоголевский бульвар, гостиницу Украины, Киевскую котлету. У России сейчас, понимаете, проблема выжить в состоянии полной изоляции, когда она из вот глобуса выпилена по периметру. Когда из тебя ушли виза и мастер-карты, тебе немножко не до переименования. Поэтому мне кажется, что... Ну, раньше, что это будет последний жест путинской государственной. Все так говорят, вот со мной ими я говорю, все так говорят, как будто у путинской империи это и есть время историческое. Да, она... Понимаете, вот что происходит? Все читали трилогию Толкина. Сейчас та ситуация, когда несчастные Сэм и Фродо все 90-е годы тащили кольцо на гору. И тут выскочил вот этот самый горлом, который, кстати, который даже в фильме очень похож. На известного. Да, да, он прыгнул и откусил палец. Вот сейчас он с этим откушенным пальцем летит. Он уже летит в щель, в бездну, в пылающий зев в этой пропасти. И долго ли он будет лететь, это, в общем, ну, понятно, что он находится в свободном полете. Он действительно пока еще сжимает в зубах вот этот откушенный палец с ядерным кольцом. Но полет — это не очень долгое время. Понимаете? Все-таки про Гоголя хотел именно вас спросить. Не виноват ли он в том, что в России Украина такая лубочная страна с вареником, с шинком, с, не знаю, с чертями? Ведь потом он ушел от Украины. Все его большие поздние вещи и Украины не касаются. Не он ли виноват в том, что Малороссия для многих россиян — Украина? Гоголь написал и страшную месть, и Миргород, и я уж не говорю про то, что Тарас Бульба — главная христианская повесть русской литературы, повесть о том, как сыновья ветхозаветного бога его свергают, она разворачивается в украинских декорациях. И именно в Украине это случилось. Именно в Украине Христос победил язычество. Так что Тарас Бульба — это и есть мощный символ такого имморального цветущего язычества. Как раз Гоголь для Украины сделал гораздо больше, чем кто-либо. Думаю, больше, чем Катлеревский. Русская рецепция всего мира всегда была крайне высокомерной. Французы, лягушатники, итальянцы, макаронники, американцы, бездуховные воротилы Уолл-стрита. А мы — такое средоточие мирового добра. С этим смешно полемизировать. Шовинисты всего мира в этом плане совершенно одинаковы. И что образ Америки, что образ Гвинеи и Бессау, для них это абсолютно одно и то же. Для них и Барак Обама всегда был обезьяной сядерной кнопкой, я цитирую, русскую пропаганду. Ну, ничего не поделаешь с этим. Эти люди не олицетворяют собой в России. А если бы в русских, в российских школах изучали украинскую литературу, это бы помогло? Ну, конечно. Понимаете, смотря какую. Вообще, в русских школах европейскую литературу, а украинская ее легитимная часть, изучают мало и плохо. А надо вообще мировую культуру-то знать. Если бы в русских школах читали Стуса, если бы читали Хвалевого и знали расстрелянный Ренессанс, то представляли бы, наверное, Украину не как провинцию Европы, а как одного из ее лидеров. Понимаете, украинская литература 20-30-х годов одна из лучших в Европе по напряженности исканий. Там есть авторы джойсовского класса. И когда мы смотрим на то, чем была в это время русская литература, лежавшая под Сталиным, да, производившая колхозные эпопеи, да, Бабаевского, ну, наверное, все-таки украинская на этом фоне, даже Гончар с его собором в 60-х годах, стоит значительно впереди. Поэтому, конечно, изучение украинской культуры в контексте европейской могло бы кое-что скорректировать. Но у нас, понимаете, многие до сих пор школьники, когда я беру класс, уверены, что Гамлет – это маленькая трагедия Пушкина. То есть приходится до какой-то степени людям вот что-то объяснять. Я помню, когда я однажды пришел в класс в майке с Хемингуэем. Вот. И говорю, вот кто этот писатель, главный романтик 20-го века. Как вы считаете, кто это? Никто не узнал. Один мальчик Року сказал – Байрон. Я, кстати, задумался, что Хемингуэй и есть Байрон 20-го века. Его поездка в Испанию, конечно, бы ироническая по сути. Но эта идея меня подтолкнула к одному стежку. Но, конечно, сама по себе эта ситуация ужасна. А украинский язык помогло бы изучению его? Вот у меня такая концепция, если в русских школах хотя бы один славянский язык преподавать, не обязательно украинский, польский, сербский, болгарский, белорусский, это бы лишило империалистического мышления русских детей? Нет. Все русские империалисты были очень просвещенные люди. Леонтьев, главный идеолог русского имперства, узнал, я думаю, шесть языков. Я имею в виду Константина. Хотя, думаю, что Михаил тоже знает кое-какие языки. Нет, на самом деле, никакая европейская образованность не спасает человека от рессентимента. Это, понимаете, духовная проблема. Юно-морец образованный человек. Но то, что мы сейчас видим, не спасла тебя твоя культура. Не помогли тебе твои ляхи. Дмитрий Львович, гражданин поэт, вот этот проект высмеивающий, ироничный, тонкий, точный. Что это было? Заклятие смехом, которое не сработало? Да нет. Понимаете, то, что социальная сатира становится фактором политической жизни, это неизбирно. Мы увидели вот в Украине, что пример Зеленского здесь очень триумфален. В конце концов, слуга народа – это политическая сатира. Начнем с того, что. Конечно, популярность гражданин поэту была во многом условленной Мишиной славой. Но как раз Россия показала, что здесь эта власть будет это бетонировать по-черному. И то, что я попал после этого в Координационный совет оппозиции, привело к попаданию меня в известные списки на ликвидацию. Ну и, соответственно, я абсолютно уверен, что то, что сделали с Ефремовым, это тоже именно инспирировано. Потому что либо ему подмешали, либо его подпоили и посадили за руль. В таком состоянии Миша Ефремовым за руль не садился никогда, я был тому свидетелем. Но он действительно не вязал лыком. Значит, видимо, судьба гражданина поэта наглядно иллюстрирует, что всякая социальная сатира возможна в авторитарном обществе и невозможна в тоталитарном. И я думаю, что поводом для ликвидации Ефремова, фактической ликвидации, конечно, был ролик «Смерть Путина», который они подготовили в июне два года назад. Мне кажется, что в этом ролике были перейдены некоторые не то чтобы политические, а этические границы, но вообще сейчас Путина с этической точки зрения оценивать нельзя. И ситуация вышла за границей. А в любом случае у меня есть ощущение, что у политической сатиры есть свое время. Сейчас не время сатиры. Сейчас реальность такова, что она сатиру отменила. Сейчас же надо просто орать. А в принципе возможно в России, чтобы кто-то из этого цеха стал президентом? Нет. Так как в Украине. Почему? Нет. Павел Воля, Миша Ефремов, ну и так далее, и так далее. Ну потому что вот это, кстати, почему мне важно написать книгу про Зеленского. Потому что отношение к актеру в России это отношение к кловану. Это клован, такое есть блатное словцо. И также относится ко всей гуманитарной интеллигенции. Почему считают, что разведчик, причем неуспешный разведчик, третиразрядный, может быть президентом, а артист не может. Потому что это не серьезно. Да артист дает сто очков вперед любому разведчику. Вспомните «Мертвый сезон», любимый фильм Путина, где Ролан Быков именно актер. Но, кстати, Ролан Быков понимал, что предубеждение против него, как против актера, мешает ему быть и бизнесменом, и политиком, и кем угодно. В России гуманитарная интеллигенция считается обслугой власти. И все повторяют подлые слова Колчака, что извозчики и артисты обслуживают любую власть. В России принято презирать. Вот такой культ презрения. Она очень любит пренебрегать. Ну, гуманитарий, что он понимает. Гуманитарий больше тебя понимает, дурака, который всю жизнь, кроме своего огорода, не видел ничего. Но такую революцию гуманитарную нам еще только предстоит. В далеком будущем. Нет, почему в далеком? Сейчас все будет очень быстро. Вы думаете, время ускорилось, время ускорилось. История пошла стремительно. Нил Сорский сказал, чем ближе конец света, тем история будет уже. Конец близко. В последние несколько вопросов уже к вам за таким психологическим советом. Что читать во время войны, чтобы с ума не сойти? Графа Монте-Крис. Нет, если говорить серьезно, то большим источником душевного здоровья и силы является война и мир, в которой как раз проводится главная мысль. Выигрывает тот, кто больше поставил на кон. Чья ставка больше, кто действительно проживает жизнь по полной риску и всем, что у него есть, надевает перед боем чистую рубаху. Вот кто решился умереть, тот и выигрывает. Кстати, «Война и мир» очень полезная книга. Ну, Лермонтову полезно читать, такая школа достоинства. Гумилёву полезно читать. При том, что у него есть подлые стихи, там, «И воистину светло и свято дело величавое войны». Гадость какая. Но зато у него есть и совершенно гениальные африканские вещи, и огненный столб, который утверждает, ну, лёгкость, весёлость и приятность гибели за правое дело. Нет, он замечательный поэт. А как война уже сейчас входит в поэзию, в литературу? Видите вы это? Как всегда, первой реагирует поэзия. Поскольку происходит событие огромного значения, сразу поэты резко активизировались. Аля Хайтлина пишет по стихотворению ежедневно. Это её молебен, это её служба, её послушание. Она успела родить за это время, но продолжала каждый день писать. Это гениально. А потрясающие стихи пишет Тая Найденко, которая вынуждена была уехать из Одессы, вывозя дочерей, и вернулась позавчера, и пишет гениальные тексты совершенно. Великолепно пишет Мария Галина, которая из Москвы уехала в Одессу. То есть, я хочу напомнить, что Россия тоже оккупирована, и у нас свои беженцы. Русский мигрант сегодня это беженец из оккупированной страны. Оккупированный тотально и очень жестоко. Путин поставил сапог на грудь России. Это оккупация вполне сопоставимая с тем, что происходит на украинских территориях. Путин принёс в Россию русский мир. И русский мир там беспредельничает. Вот это русский мир, это как русский бизнес, русский негативный приставка, русский мир это война. Вот, и стихов в мире сейчас пишется огромное количество. На этом фоне надо заметить, что стихи сторонников Z-операции, не буду их называть, отличаются поразительной высокопарностью и фальшью. И очень многие люди, которые тоже в изобилии пишут стишки, прославляющие войну и проклинающие диссидентов, они тоже испытывают рот такого дьявольского вдохновения. Но, как писал один из них, когда ещё был поэтом Вадим Степанцов, ты вроде нажимаешь кнопки, и движения пальцев так легки, но звук оттуда, как из пупки, то треск невнятный, то шлепки. — И последний вопрос. У вас подрастает Шервуд, ваш сын. Он ещё, наверное, не задаёт вам сложных вопросов, но вот задаст, что это за война. Как вы ему объясните, что это за война? — У меня подрастает не только Шервуд. Правда, мой старший сын Андрей, ему 24, он уже понимает всё сам. А что касается Шервуда, я ему и объяснять ничего не буду. «Шервуд, помнишь, когда тебе было два года, ну, около двух, мы всё время переезжали, всё время из одного города в другой, где-то выступали, где-то меняли, думаешь? Вот этими беженцами нас сделал вот этот дядя. Он, конечно, скажет, а что ж ты ему не помешал, но тут я найду, что ему объяснить. А вот за твою кочевую жизнь, за то, что ты рос среди чужого языка, за то, что ты всё время менял дом в это время, за это морально отвечают люди, решившие оккупировать нашу страну. Не будь таким, Шервуд. И он не будет таким. Спасибо. Спасибо. Это был Дмитрий Быков, российский писатель, публицист, журналист, который неожиданно, признаюсь, посетил нас в Украине. Смотрите телемарафон «Фридом». Это был проект «Люди доброй воли». И я с Акеной Мурзаев. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова